Здравствуйте! Добрый день! Принять нажмите! Рад знакомству с вами! Спасибо, Христос! А что до долга-то не было? Спрашивали, я уже чуть не отказал. Игнатий Тихонович, я вас добавил один раз, я вас один раз добавил, а вы не ответили, не приняли, поэтому не получилось. Я сейчас только три послания послал вам. А я сейчас вижу, хорошо, спасибо, спасибо, что получилось дозвониться. Игнатий Тихонович, я вам писал до этого, я сам из Германии, в Берлине живу. Слушаю. Да, и я вот буквально полтора года назад, да, где-то полтора года назад случайно вышел на ваше видео в Ютьюбе. Вы говорили о крещении, полное погружение. Но меня тогда это очень сильно все заинтересовало, потому что я сам изначально из Томска, Сибири, недалеко от вас. И крестили меня все-таки обливанием, как вы говорите, да, про обливание. Я участвовал в таинствах, исповедь, причастие, но, честно скажу вам, то благодатное ощущение, да, рождение свыше через крещение, я так и не пережил, да, я был маленький, я не помнил это, как это вообще было все, да. И сейчас у меня к вам такой вопрос, я читал вашу книгу к истинному православию, значит, тут крещение, где вы приводите свидетельство святых отцов. Скажите, пожалуйста, если сейчас я приму полное крещение, полное погружение, имею в виду, это не будет считаться как, ну, как второе крещение, как нарушение чего-то, каких-то правил? Так нарушение-то у вас впереди было, а не здесь. Видите, как враг все перевернул. Это Ян Златоуст говорит, сатана все перевернул. Бог заложил в человека совесть, чтобы человеку было стыдно делать грех, а на покаяние идти с радостью. А теперь так, с радостью делает грех и боятся идти на покаяние. Дьявол вывернул. Так вот, нарушение первое, то, что обманули, поливали или что-то. Слово крещение, знаете, смысл имеет один только, погружение. Его не было. Не было ничего и не было. Это обман. Обман, который творится во всей вселенной. Игнат Тихонович, просто был такой случай, я подошел к священнику. Тут русско-зарубежная церковь, здесь есть церковь московского патриархата. Есть зарубежная церковь, она одна, а там Марк, епископ. И мне священник сказал, ну, вообще, да, святые отцы так говорят, но, пойми правильно, тебя один раз крестили, то есть второе крещение, оно не нужно, то есть это идет уже против комонов. Я объясняю, ну, я показал, у меня, сейчас немножечко вам покажу. У меня, я постоянно оттри ваши книги, сейчас закачал себе на такое устройство. У меня книг ваших нету, но я их закачиваю себе на электронную книгу и по дороге читаю. Я вам показал эту книгу, говорю, посмотрите, пожалуйста, здесь, говорю, вот написано так, святых отцов. Он говорит, да, говорит, я знаю, говорит, я знаю Лапкина, мы слышали о нем, да. Но, говорит, ну, смотри, тебе решать, ну, вообще, я такую практику не рекомендую, что второй раз перекрещиваться. Я понимаю, слово второй, откуда второй-то, когда первого не было-то? Вот слово второй, когда втиснули его обманным путем, теперь все вот так вот перед глазами машется. А священник-то почему так отвечал? Он не крещеный, потому что. И поэтому ему надо, чтобы все были такие, как он. Если он бритый, он будет говорить, да бардань еще не значит. Он обязательно будет говорить, его застегнуть и не заставишь. Вы по мелочи посмотрите, и через это обнаружится другое. Ты, скажи, совершаешь литургию, и вместо вина квасу налить будет литургии или не было? Сейчас венчает как венцы, держит он головами, не опускает. Венчания-то нету. Игнать Игоревич, можно? Ну, ну. Извините, можно к вам еще один вопрос? Я читал и видео смотрел про Устап ваш в Петеряевке, да? И вот у меня все-таки вопрос к вам такой. Вы записали все каноны, есть аудиофайлы в интернете, где вы начитываете все каноны православной церкви. Скажите, пожалуйста, вот у вас две общины. Одна в Петеряевке, одна, как я понял, в Барнауле. Люди, которые живут в городе, да, в таких, ну, в мирских условиях, скажем так, они также соблюдают все каноны, так же, как те люди, которые в Петеряевке? Все, все и должны соблюдать. Не только в Петеряевке, а в Москве и в Берлине. Вот, вы город Зоннеберг знаете? Да, это на юге. Вот. Это мы в Бищи там и в прошлом году останавливались. Там наша сестра в Зоннеберге живет, Валентина Стартисон. И она приезжала с внучкой и с дочерью, и у нас приняли крещение позапрошлом году. Все. Они прямо приезжали к вам в Петеряевку, да? Ну, да. Игнат Тихонович, извините, пожалуйста, у меня тут какие-то вопросы были серьезные. Я как бы не хочу вас время отвлекать. Те вопросы, которые вы говорите в роликах, я уже их понял, то есть ответы. Вы подробно в роликах давали ответы. А вы на ютубе все время у нас бываете? Игнат Тихонович, честно, я прихожу с работы, и вот по дороге сейчас вам даже покажу. Сейчас, минуточку. У меня книжка такая, то есть сейчас, 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 минуточку. Я книги ваши, я вот был когда в Томске, был в Томске. Там есть Богородица-Алисеевский монастырь. Так. Богородица-Алисеевский монастырь. Я был где-то почти два месяца, я был, но я еще когда учился. Я тогда не работал, учился в университете, приезжал на лето. Я заходил в библиотеку, и знаете самое, что интересно? Есть различная литература по святым отцам, да, Абва-Дорофии, Варсануфе-Великий. Ваших книг я не видел на главных полках. То есть там есть полки, когда можно напрямую подойти, ну и взять, посмотреть. И потом я переписывался с одной девушкой из Томска. Она входит в, там есть, в Богоявленском соборе, православный молодежный клуб. Я ей задал вопрос, и она через священника, один священник есть, он, по-моему, в Северске. Служит, он там один, который очень вас поддерживает. То есть он вас там рекомендует, и молодежи рекомендуют. Заходите на форум, почитайте, там есть ответы Игнатия Лапкина. И она говорит, я тоже, говорит, спрашивала, и один у томский священник сказал, что Игнатий Тихонович, он отходит немножко от... Ну, прямо говоря, что он против московской патриархии, поэтому ни к чему. Игнатий Тихонович, я вот ваши книги вот так забиваю, сейчас не видно тут отсвечивать. Сейчас не видно, но поближе подставьте. А все равно, все равно, это вот ваше толкование, толкование ваше на Новый Завет, был филат болгарский. Я просто, понимаете, для меня это большое открытие. Я честно скажу, я когда первый раз пришел в православие, мне священник сказал, возьми Абудорофея, читай его, и ходи на службу, причащайся, исповедуйся. Но я вам честно говорю, я просто не понимал, как дальше-то быть. Абудорофей, ну, для человека, который пришел в церковь, это древние подвижники, у них особый был, скажем так, устав жизни, да, они не жили так, как мы, повседневно. Я вам рассказывал же, Игнатий Тихонович, про свою такую беду. Я увлекся протестантизмом, потому что у меня были такие моменты, когда я открывал Евангелие, не мог найти ответы, которые православные священники мне не давали. И начал ходить, здесь община есть, евангелистские христиане, евангелистские христиане, они себя называют, но это баптисты наши традиционно. Очень много людей с России, с Казахстана, иммигранты здесь туда ходят. И я не буду сейчас вопросов задавать насчет протестантизма, время ваше отвлекать. Вы четко объяснили во всех роликах, то есть ответы на вопросы, которые меня интересовали, я получил. Игнатий Тихонович, минутку, пожалуйста, тут пару есть вопросов, таких, связанных с писанием. Сейчас, минуточку, пожалуйста. Пока вопрос не задали, я вам скажу, я вам сейчас на Майл.ру перекинул наши данные. Первая строчка, наш сайт. Когда зайдете на сайт, на главной странице справа 55 папок. И там это я отвечаю на 4124 вопроса. Вы можете там найти по папкам. Папка говорит, что католицизм, баптизм, православие, семья, работа, искусство. Дальше. Кроме того, у нас на канале в Ютубе 2400 роликов наших. Вы просто поисковик на нашем прямо канале поставьте, вы очень быстро найдете. И о крещении, и все. Я вот переписывался с германским священником, там, Бондаренко, отец Артемий. Ну, там, да, мы в Санноберге, и он приходил на встречу. Я ему посылаю наше к истинному крещению 136 мест, которые это святая Библия, каноны всех соборов, жития святых и творения святых отцов. Он в ответ ни одного ничего. А вот там-то сказал, Василий сказал, и вам точно так же. Да вот он, Игнатий Лапкин, он не так не сходится. Он говорит только, потому что он не думает, что будет суд Божий, за это отвечать придется. У них страха никакого нет. Я вот сейчас ролики выставляю. Митрополит Иларион Алпеев, это за патриарха, первый его заместитель, министр, говорится, по внешним отношениям. И он в Италии был 17 октября и говорил слово. Я уже два подряд занятия разбираю его послание. Там совершенно неверующий человек. Для него Библия никакого значения не имеет. Вот я показал, сколько он говорит, и сколько знаков в его этом докладе. И беру послание Якова, два Петра, три Иоанна и Иуды. И это вместе занимает меньше знаков. Так вот, Иларион, слово Христос, Бог, только один раз упоминает. А в этих посланиях 155. Ну еще раз это на равных. Тем более, где он приводит только место Писания, одно, одно. А здесь прямо говорят открытым текстом то, что никем не сказано было. Я что, говорю какую-то тайну? Это он сам не знает, сколько у него там буквок, запятых, я посчитал. И сравнил. Сравнил с Каринфином, Кримином. Один и тот же результат. 150 к одному. Один раз упоминает грамотный человек. И 150 неграмотные рыбаки. Они любят Бога, а он любит мирскую мудрость. Вот и все. Они вот это ничего не знают сказать. Они не могут ничего. Куда бы мы ни приезжали, они вызывают милицию и прочее. А я выступаю везде. Это 440 городов. Нынче мы были в Лиссабоне, в Португалии. Прошли мы... Я смотрел, я смотрел ролики все ваши. Я смотрел. А они-то ничего не могут сказать. И мы всех до одного человека направляем в храмы Московского Патриархата. И все говорят, так они еще попыта совсем дураки. Слово дураки, они не доросли до этого слова еще. Я 53 года направляю людей в храмы Московской Патриархии. У меня сколько священников и сектантов. Никто не может объяснить. Это загадка века. Когда я для них делаю, даром даю, привожу, и они бунтуют. Евангелие собирают и жгут в церковном дворе. Я Патриарху написал, какие антихристы у вас рядом. Вы же за все отвечать будете. Велика награда, Господь говорит, когда имя ваше понесут как неугодное. Говори. Игнатий Иванович, у меня такой расширенный вопрос. Я сам работаю в компании, компания немецкая, но работают русскоязычные. И у нас здесь есть так называемые хасиды, то есть есть определенная группа евреев в Берлине. Опять же, мигранты приехали, которые напрямую следуют Торе, следуют Талмуду. И вот у меня на работе, сейчас он, кстати, уехал, он работал не так долго у нас, в Израиль уехал. И парень, то есть полностью борода, нефцицит, вот эти такие специальные шнушки. Да-да-да. И я с ним, знаете, у меня поначалу были какие-то вопросы по удаизму, и я как-то старался о Христе все равно не говорить. У меня общие вопросы были, как они, в принципе, евреи живут. Поэтому я смотрел в вашем ролике о том, что вы говорите, никогда не проклинать евреев, никогда не проклинать евреев. Да, мне это очень нравится, потому что... Только благословлять. Только благословлять, я с вами полностью согласен. И вы знаете, у меня, так долго я с ним разговаривал, он мне рассказывал, да, насчет, они читают определенные молитвы. В общем, они интересно читают молитвы. У меня был случай, он после еды читает молитву, а мне надо было попросить, как телефон набрать. И он даже не стал со мной разговаривать, то есть он мне показал, как это сделать, да, телефон там набрать много, но ни слова не сказал. То есть, говорит, я, говорит, вот после молитвы он мне сказал, я, говорит, начал разговор со Всевышним, и я не могу его прервать. То есть, скажем так, хасиды вот эти, да, правоверные евреи, они меня очень-очень, скажем так, вдохновили, в каком-то смысле, да, на искание ответов не только в Новом Завете, но и Ветхом Завете. И благодаря, опять же, вашим книгам, где вы цитируете не только Ветхий Завет, не только Новый Завет, но и Ветхий, я более-менее начал понимать, что все-таки это одна цепь идет, да, Ветхий и Новый. Мы не можем разделять Бога и Его, и говорить, что это какой-то чуждый Бог, как говорят некоторые, и говорить, что Христос – это что-то совсем новое, то есть это единый Бог. Игнатий Тихонович, у меня были такие неприятные моменты, я пытался спрашивать о Христе, да, то есть Ешуа, Машеах, и он мне в такой очень видительной форме сказал, что Ешуа, да, он никакой не Машеах, и привел мне доказательства, даже причем мне привел доказательства из книги пророка Захария, пророка Малахи, ну, вот из всех вот этих малых пророков, плюс Моисея. И те убеждения, которые, там, ангел Господень и Его, да, ну, наши убеждения христианские, когда мы пытаемся в определенные моменты из Ветхого Завета, да, объяснить, что именно пророчество о Христе, что это пророчество именно о Христе, о том, который наш Христос, они, соответственно, это все не воспринимают. Ну, какие-то, знаете, доводы я не смог привести, потому что, честно вам скажу, Евангелие я не знаю, Ветхого Завета я не знаю, благодаря тому, что я никогда это не читал до ваших книг, я вообще не знал, что православную, вообще, Библию должны читать. Я остался, честно говоря, в душе, дух мой, честно говоря, так взволновался. Вы мне скажите, пожалуйста, опять же, было такое с мусульманином. Летом прошлого года у них был рамадан, я проходил по площади, здесь такие ребята, у них организация называется «Аль-Аль-Аль-Сум-Парадис», приглашение в рай. А у меня так тоже бородка была, и они подумали, что мусульмане, ну и поговорить со мной, захотели пару брошюр дать. Ну, я сказал, что я православный христианин, ортодоксик христ, и они мне начали говорить, что, друг, ну ты пойми правильно, ну это глупо думать, что Бог мог кишечник носить. Вот прямо так напрямую мне сказал, что, говорит, Маген Судхаган, кишечник человека, говорит, ну, Бог, он выше всего, да, то есть он над всем, Аллах, Субхану Атали, как они говорят, над всем. И знаете, Игнатий Евгеньевич, опять у меня вошло какое-то внутреннее, понимаете, внутренняя какая-то не борьба, а просто дух полстревожен. Я ваши ролики смотрел, когда вы с мусульманами разговариваете, вы настолько себя свободно чувствуете. Была Самира, да, был ее муж, и я вот... Он Мула, он Мула. Он Мула, да. Он Мула, Мула, это их священник. Я видел, да. И меня вот очень удивило, потому что вы, я со временем не видел роликов вообще, я не видел с мусульманами, это конкретные мусульмане, они верующие, которые следуют по урану и инсумии. Еще бы. И вы настолько спокойно разговаривали, Игнатий Евгеньевич, можете мне сказать, вот вы перед тем, как начинаете с иноверцами, да, разговаривать, вы как-то молитесь или как, просто, вот вы говорите свободно, ваш дух, он, не задевает, и слова ваш дух не задевает, понимаете? Я просто перед Богом стою, я перед Богом. Вот ваша ошибка, если хотите узнать, состоит в том, что вы когда пошли, у вас не было помощи, как я понял, одному нельзя ходить нигде. Апостол Христос послал по двое. А один, если говорит, другой молится. С евреями говорить, вот я сегодня вам, которая скинул, наши данные, на сайте, и там, где 55 папок, отдельно папка написана, евреи, вот вам там вопрос и ответ, вопрос и ответ. Я с евреями когда встречался, тут у меня еврея привезли мне, и мы всего часа полтора побыли, он сейчас православный священник. Вот евреям, скажите, Наум Израилевич, вы найдете, зарядите на нашем ютубе и напишите Тбилиси, и она сразу выкинуть. Я у них говорю там, это мой крестник, он крестник мой. Ага, понял, я понял, да кто? Я видел, смотрел с ним. Все время можно работать. Конечно, коронная для них глава, это 53 глава книга порока Исаия. Запомните, вы ее должны знать и конкретно по пунктам их спрашивать. Я знаете, я спрашивал насчет вопрос, насчет того, что он страдал за наши беззакония. Они говорят, что если читать толкование Талмуда, Рамбама, вот этот Маймонит, Моисей у них был, толкователем, они говорят, что это сказано о страданиях Израиля как народа. Вот мне вот этот Леня, который у нас на работе, он и сказал... Он говорится о личности. О личности. Это не новое. И когда я беседовал с раввинами, и до этого места, когда доходишь, они опускают голову, говорят, не будем об этом говорить. У них внутри это есть, они понимают, совершено преступлением. А вы вот как разговариваете с евреями. Скажите, вы книгу судей признаете? Они говорят, конечно, книга судей, это канон. Надьевич, извините, я какие пометки сделал, книга судей. Книга судей. С евреями мы можем говорить на то, что они признают. Вот, допустим, в Саддуке они признавали только пять книг Моисея, Тора, больше ничего. И Христос на основании этого доказал им, что есть душа. И говорит Моисею, как Господь сказал? Говорит, я Бог Авраам, Исаак и Иакова. Я есть ему. В настоящее время не сказал, я был. А они умерли. Если у тебя были дети, ты говоришь, у меня были дети. А Господь говорит, у меня дети Авраам и Исаак и Иаков. Считали, считали. У Бога нет мертвых, они живые все. Да как же мы думали, что души нет? Они ни души, ни ангелы не признают. Так и здесь. Я их спрашиваю. Скажите, вы книгу судей признаете? Ну, конечно, это в каноне нашем. Хорошо. Так, минутку. Давайте, ребята, давайте запишем. Вы книгу судей признаете? Запишите. Давайте без обиды только скажите. Обида есть, тогда отойдем. Разговаривать не будем, значит, вы ножи поднимете. Они сразу, да нет, да что вы, за кого вы нас считаете? Я вам расскажу, как дело идет. Теперь, если эта книга от Бога, и там написано, согрешил Израиль, и Бог отдал его такому-то царю Аоду. И он над ними 15 лет. Дальше они освобождаются, живут 80 лет. И написано, и стал Израиль грешить. И снова в плен. И, наконец, они идут в Вавилонский плен на 72 года. Так, скажите, за что они шли? За грех. Ну, и Даниил об этом исповедуется, за грехи народа своего. Книга Даниила. Они согласны. Скажите, вас Господь рассеивал и разгонял за грех, за грех. Запишите, распишитесь. Так еще, тут так понятно. Ну, распишитесь. Понимаете? Они уже не знают, что дальше будет, уже начинают, рука в них вот так вот. Ну, не будете, да? Давайте, скажите. Я признаю Христа, что Он был не просто человек, а Бог. Бога-человек. Это таинство. И тут не надо рассуждать, как Бог может быть. Бог все может. И потом Он явился и говорит, сущий над всем Бог. А теперь скажите, какой грех? И когда вы сделали, это говорит, я все привожу от Иоанна Златоуста, что вас Бог рассеял, как Евгений Бересе говорит, как будто ком сухого грязи, которая высохла на солнце и рассоптал и размел по всему миру. И вы не можете собраться 2000 лет. Не считая, что к Израилю собралась малая часть только. Третья может быть. За какой грех? Идолам не поклонялись. Пророков в это время уже не было у вас, вы не убивали. За какой грех? Там 10 лет, 15-20. Какой грех, который сотни раз превышает тот, который раньше делали? И остается только одно, распятие Иисуса Христа. Они сразу замолкают. Никакого греха-то у вас не было, Бог рассеял, 2000 лет не можете собраться. И они сразу начинают думать, может что-то было, ничего в истории Израиля не было. Ни Иосиф Плаве никто не описывает. Ни Тацит, ни Плини-младший. Вот, это первое. Дальше мы сразу их переводим в каноническую книгу. Книга пророка Исаия. И там говорится о личности. Он изъязлен был за грехи. Какие грехи? За грехи народа народ был изъязлен. Вы сами понимаете, это так не бывает. За грехи народа, за мои грехи. И когда по порядку каждое слово этой главы считаешь, они опускают голову. Все, ребята, или вы принимаете, или ждете своего Машаха, который будет Антихристом. Это у вас не ми, я думал, что это мессианские евреи. А это просто евреи. Евреи, да. А вот мессианские евреи, опять же, сейчас, они мне тут пару брошюрок присылали. Сейчас найду, не найду. Есть тут даже мессианские евреи. У них много недостатков. Они, как правило, верят... У них много недостатков, да. Я смотрел ваш ролик, очень важный. Очень важный ролик, где вы объясняете о том, что вот эти идеи о тысячелетнем мессианском царстве, которые представляют, они четко представляют, что тот же Христос придет, Машах, но будет именно царство земное. Это исчисление, которое вы толкуете в апокалипсис. Я очень внимательно посмотрел именно ваше толкование про апокалипсис. Вы смотрите том от Нового Завета. Да, 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 да. Да вы скажите вот еще что. Даже без этого. Матфея, 13 глава, запишите. Но только вы напишите, о чем речь идет. О тысячелетнем царстве. О тысячелетнем царстве. Написано, говорит. Оставьте расти вместе плевел и пшеницу, Христос говорит, до жатвы. А они плевелы оставляют, а пшеницу до тысячи лет выносят. Господь говорит, да жатва, а жатва террая кончина века. Ну, что тут понимать-то? И так будет не вот, который забросит одновременно. Хорошие рыбы и плохих медуз все подтянет к берегу, и так будет при кончине века. С чего вы взяли что-то по-другому? А Господь говорит, ты прежде, прежде соберите плевелы. А у них прежде пшеница. А теперь мы считаем, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна. Четыре раза в одной главе говорится, что это будет в последний день. А у них после последнего дня еще 365 тысяч дней. Ну, в году 365 тысяч лет нет царства. Нет. Теперь, если вы хотите беседовать с евреями, знать как, у меня на сайте, там написано книги. Просто зайдете, когда на сайт... Который открытым оком. На сайте, знаете, да? Да-да-да, открытым оком. И так книги, 18-й том, открытым оком. Это с мусульманами, 18-й том. Он полностью у меня посвящен Корану. Я его разбираю по сурам аятам, весь Коран. У меня подход совершенно другой, чем у Данила Сысоева. Он им доказывает на основании их. А мне надо создать авторитет Святой Библии. А зачем мне авторитет Корана создавать? Игорь Тихонович, вот опять же, да, я про тот же ролик, да, когда вы беседовали с Муой. Очень важно то, что вы приводили... Я заметил, что вы не ругали Коран, да, то есть вы не говорили какие-то хадисы. Данила Сысоев, он берет отдельные хадисы и говорит, а посмотрите, как пророк вот в этом случае поступил. Мусульмане, соответственно, ответ тут же находят. У них есть свои комментарии, у них есть так называемые свои святые отцы, которые это толкуют. Вы, я заметил, не придираетесь, да, то есть вы не пытаетесь оскорбить мусульман, да, приведя доводы из Корана. И вы знаете, это, конечно, особый подход, потому что я такой еще не видел. Я видел пока ролики Данила Сысоева до этого, и для меня это было новое что-то, когда вот вы беседовали с этими... Он разбирает в Коране, и в этом находится смертельное оскорбление. Я вообще не касаюсь, как будто Корана нету. Я спрашиваю, вы как понимаете, возьмите за грех смерти, один стих взял. Вы понимаете, что речь идет о грехах или о смерти просто телесной? Нет, мы тут сразу одинаково. А одинаково у вас так и написано, и у нас, слава Богу. Ну а дальше-то что, как избавиться от греха? Вот теперь эту тему я им начинаю развивать. По порядку. Так, теперь о тысячелетнем царстве, когда будете говорить, вы все время помните, где у нас там это есть. Тысячелетнее царство, оно духовное, оно наступило при распятии Христа. А почему? Да так написано. А второй вопрос. Почему Христос о тысячелетнем царстве не учил нигде? Вообще оно не упоминается нигде в Евангелии. Почему? Потому что он упоминал о нем, но под другими именами. Царство мое не от мира сего. Царство Божие не пища и питья. Но радость, мир и святость во Святом Духе. Мир. Они не понимают совершенно духовного смысла. Все святые отцы так и понимали. Наступило тысячелетнее царство на Голгофе, закончится за три с половиной года до кончины мира. Все. Вместе церковь никуда не будет вознесена. Это обман от сатаны. Если я говорю о нас в Сибири, я буду всем говорить, зима будет суровая. Будет 45 градусов. Значит, больше угля. Окна замазываем. Тройные ставни. А зима оказалась более теплая. Еще нет, а в следующий год оставят. Но кто говорил, о, туда розы будут зимой свисти. И ничего не приготовили, все замерзнут. И скотина подохнет. Мы говорим, Господь говорит, ради избранных дни те сократятся. А что сокращать, когда они на небе все? Ну, вы маленечко на это только обратите внимание. Это очень важное заблуждение. И они этого не знают. Марфа, когда Господь говорит, ты веришь, что брат воскреснет? И Марфа отвечает, знай, воскреснет в последний день. То есть, он так учил, они так отвечали. В последний день. А не за тысячу лет до последнего дня. Ну, последний день это последний рубль, последняя страница. Последний день в году 31 декабря. Это лукавцы на лукавцы. Почему? Господь дал Духа Святого Церкви. И не сказал те, которые от церкви отпадут, сектанты, и они получат. Это не церковь, где нет священства. А это, которые не пресвятера, они никто, самозванца. У них главная, то есть 16 глава числа. Дофана, Верона, Корей. Они из колена левее, на все. И Господь говорит, я покажу. Я всегда, мы себе видели, как я рассуждаю, черчу на две графы преступления и наказания. Ну, это наказание. Студенты сидят. Я говорю, наказание 15 суток. За что? Ну, выматерился. Или, может, где-то помощился там у вокзала. Правильно, год. Ну, тут, может, курицу украл. 10 лет. Ну, это серьезно. Смертная казнь. Ну, это явно массовое убийство было, что-то такое. И там малолетки. Все. То есть я пишу только... И тут же юристы сидят. Наказание, преступление, вы сами скажи. Теперь, живьем в ад. А разве бывает такое? Один раз было. А где написано? Число 16 глава. Это роковая глава для сектантов. За что? За отделение церкви. Самое страшное наказание на земле за отделение церкви. И поэтому никем не обольщайтесь. Держитесь в Святой Православной Церкви. Игорь Тихонович, опять же, вопрос. Вы четко его освещали в роликах. Ну, можно еще уточнить. Вы говорите о том, что все церкви, восточные церкви, католические, те, которые имеют свое... От апостолов. От апостоловских времен, да. То есть они все считаются благодатными. Есть ли пару... Было роликов, где люди пытались поспорить. Был священник, который тоже говорил, что у них там филиопа. Но вы объясняете, что эти вещи не надо трогать. Я с вами полностью согласен. Эти вещи, не будем об этом говорить, не надо. Игорь Тихонович, скажите, пожалуйста, что касается все-таки церкви, Святого Духа и рукоположения. Я вас прекрасно понял, что ваша община, да, вы непосредственно... То есть те люди, которые к вам приходят, в общину вы не так просто берете всех. И вы не зазываете. И вы направляете людей в московскую патриархию. Игорь Тихонович, у меня такой вопрос. Вот священник. Он рукоположен. Но несмотря на то, что он живет не по-евангельски, он не живет в соответствии с канонами, тем не менее, благодать на нем пребывает? Скажите, пожалуйста. Конечно, пребывает. Но только мы должны с ним трудиться. Пока его епископ не запретил, он стоит на своем месте. Тут не надо логики никакой искать. Другого никогда не было. Надо смирить самого себя. А я думаю, тебе не надо думать. У нас каноны. Где каноны есть, их надо исполнять, а не думать. Думать-то не надо. За нас уже обдумано. Нам правила написано. Ставят священники. Это 4-й Вселенский собор, 14-15 правил. Не раньше 30 лет. Не раньше 30 лет. Правила вообще-то не объясняются. Здесь объясняется. Ибо и Христос вышел 30-летний на проповедь. И все кончилось. А сегодня и патриарх Кирилл, и Алфеев, 21 год они священники. А что написано? Да будет изверженный. Все кончилось. Они начинают искать. Сергий Радонежский благословил, там пошел Донской, там Димитрий, Пересвета, Ослябя. Они монахи были, монахи. Вернулись к военному делу. Да, канон. Сергий Радонежский должен быть запрещен сразу. И все, зараза исчезла. И все бы не было. А сейчас больше тысячи лет трепет и трепет этот пример. Я вас понял, спасибо. Нам не надо думать так, что если он знатный, то ему будет какая-то льгота. Написано, что начальствующий будет строгое взыскание. Это премудрец Соломона. Строгое будет. Я вас понял, спасибо. Игорь Тихонович, можно я все-таки еще вернусь к вопросу крещения. Я видел, когда вы принимали, там семья была, вы вообще принимали, потеряя скелетом. И перед крещением у вас было собрание, когда вы решали, вы их спрашивали конкретно, зачем тебе это нужно. То есть ты готов, как ты понимаешь спасение, как ты понимаешь, для чего тебе нужен Христос. Игорь Тихонович, у меня такой вопрос. Я скажу честно, я полгода, я начал ходить, я вам рассказывал, я ходил в аптистам. Я не принимал участие в Абентмане, называется, ну, Евхаристия, прообраз, когда Евхаристия ломают. Ну, это ничего этого нет, это просто прообраз они думают. Прообраз, да, с вами полностью согласен. Воспоминания. Да, я просто хожу в церковь, но я не принимаю сейчас участие ни в каких-то Таинствах. То есть я не причащаюсь, не исповедусь. Игорь Тихонович, скажите, пожалуйста, какую бы практику посоветовали таким людям, как я, которые хотят принять крещение в полное погружение троекратное? Я читаю вашу книгу «Крестное православие», да, то есть какие-то моменты я перечитываю. Я делаю пометки, я перечитываю. Плюс читаю толкование «Новый завет» с Влаженного Феофилакта с вашими комментариями. Вот скажите, вот как готовиться, как подготовиться, я не в Петеряевке, я в Берлине. И как мне вот лично подготовиться к крещению? Я поговорю... По порядку давайте, чтобы время не тратить. Я вопрос понял, поэтому мне дальше уже не надо говорить. Хорошо. В первую очередь, как вы встаете? Начнем с этого. Ну, по-разному мне... А вот это не годится, не годится в одно время. Если у вас знакомая хорошая девушка, и вы с ней встречаетесь, она сказала, встречаемся в одно время, в другое время просто у нас нет. Для тебя назначено вот это время. Вы придете, вы даже разговариваете будете. Вы все дела сместите на работе, подменитесь. Почему? Потому что любовь. Вставайте в одно время. Меня когда спрашивают, а откуда вы это взяли, я на молитве беру. Я получаю от живого Бога, на живую молитву, живой ответ. В 4.40 утра, запишите себе, вы уже слышали. В 4.40, по-вашему. В 4.40. А ложите, насколько вам хватит силы, постепенно убавляйте. Я убавлял, и у меня получилось, в сутки я спал 2,5 часа. 2,5 часа. Дальше я попробовал, уже дальше у меня не идет, мой организм не потянул. Ну сейчас, я не говорю про это время, мне 75 лет. Вы начинаете, как вот вы спите, вот от этого зависит очень многое. Где много сна, много блудных мыслей и прочее. Теперь, посты, которые усыновила православная церковь, все тщательно соблюдайте. Вот я сейчас выставил везде материал о постах на моих роликах. Ну зайдите на наш канал, на ютуб наш, Игнатина, и зарядите там пост. И вы увидите, там все есть. Кроме того, к истинному православию, там о посте. Там да, есть о посте, да. Все, вы исполняете, записали о посте, никаких льгот никогда не ищите. Когда можете день, среду, пятницу, не пейте, не ешьте. Если можете, нет, значит, по вашей работе. То есть от заката, от рассвета до заката, то есть как мусульмане, да, не есть и не пейте. Ну как, насколько можете. Но знаете, что от начала поста, вот сейчас будет там, какого у нас, 28 ноября, и до 7 января ничего не должно быть мясного, молочного, яйца. Это уже абсолютно, тут не надо никак. А если я болен, тогда разрешается только растительное масло и вино. Вино как лекарство. Там может быть грамм 10-20. Больше ничего не разрешается. И священник не имеет права разрешить, у него права нет, он не может. А он просто берется за это, слепец. Он слепое, слепого ведет, и оба упадут в яму. Вот, услышали маленько, так, и ежедневно читать Библию. Вы на работу во сколько уходите? А у меня по-разному. У меня есть 5-6, а фрюшить. Когда фрюшить, я как раз стою в 5 утра, ровно в 5 утра, мне к 7 на работу. Так, у вас не свободные бывают в среде недели? Совершенно свободные? Не, у меня только выходные. Только выходные свободные. Выходных у вас два? Ну, суббота, воскресенье, да. Суббота, воскресенье. Ну, тогда, если вы у нас смотрите ролики, может быть, видели, где я говорю, что у меня эпиграфом стало сегодня. Псалом 118, его округлите. Псалом 118, 164 стих. Пс, Псалом, 116, будет очень, 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. А что значит семикратно? А один это означает три святоя, царю небесный утешитель, да очень наш. Это три святоя называется. По молитвеннику, молитвенник, достаньте, пожалуйста. Три святоя, да, 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 у меня есть. И потом 100 поклонов. Это один раз будет считаться. 100 поклонов. Я это все объясняю, я могу вам выслать. Игнатий Иванович, можно спросить вас, вы когда работали, вы объясняете, что вы, то есть, эту молитвенную практику практиковали тогда, когда еще работали, там, печеньком, ну, в миру. Ну, скажите, то есть, вы когда на работе были, вы уходили в какое-то определенное место и молились? Да. Читали писание? Ну, Юлия, остановился, а как я? Я в тюрьме это исполнял, в лагере. Ну, вот. В лагере, там была у нас очень строгая дисциплина, лагерь смерти назывались. Как легли, два часа не имеет права никто встать. Я сразу сказал, я ложиться не буду. Как не будете? Не буду ложиться, я сразу встану на молитву. Да проверка же идет. Меня это не касается. Я вам сказал, чтобы вы не думали. И у них, как полуколонна такая стоит, пилястра сказать. Я колонио встал, зашли офицеры, проходят, фонариком светят, все. У меня постель лежит, а они видят, никого нету, проходят мимо. Они меня не видят. Я вспомнил Григория Чудотворца. Когда их захватили в деревне воины, он дьякону говорит, пойдем на горы. Ну, гора это, холм-то. Ну, и все люди-то видели, как они пошли. Он зашел и видит, как воины зашли, там разговаривает, а кто-то показывает. Они туда ушли. Ну, и видят, они уже идут, ну, холм. Он говорит, так, вознесем молитву, и подняли руки. Молись про себя, я буду молиться. Они подошли рядом, постояли маленько, поглядели, нет, вернулись. Говорит, а там два дерева сухих стоят, говорит. Два дерева сухих. Вот и все. И я все время становился там на молитву. У меня время молитвы. И все, разговор окончен. Да мы тебя, знаете, ребята, делайте, что вам положено. Вы меня убьете, я получу царство небесное. Я чем нарушаю устав? У вас в уставе не написано, что молиться нельзя? Нет. Нет, ну и все. Я никуда не выхожу. То есть я нигде, нехорошее слово такое, у заключенных было в ГУЛАГе, я нигде ни одного шага в сторону не сделал. Положено на плацу идти, ноги поднимать. Я иду и бью в брусчатку. Но если пришло время молитвы, я не на работе. На работе там я не могу. А если вот мы едем здесь в Германии где-то, время подошло, мы остановились, палатку расстелили, у дороги встали. Мусульмане рядом, мы знаем, в обиду никогда не дадут. У нас с мусульманами его отношения. Я так понял. Почему? Потому что они говорят, кто мы такие. Конечно, сразу видно, конечно. Игнат Ильич, у меня последний вопрос, чтобы не отнимать время. Последний. Опять же, через вас, честно говорю, только через вас, я нашел неканонические книги Ветхого Завета. То есть у нас дома еще в России была Библия, но там этих книг не было. И я когда открыл, я просто не понял, что это за книги. То есть какие-то выдержки, откуда это. Скажите, пожалуйста, мне, что касается вопроса чтения Священного Писания. Ваш личный опыт и ваш совет. Скажите, пожалуйста, в день нужно читать книги Ветхого Завета, неканонические Евангелия, все вместе. То есть немножко оттуда, немножко оттуда, немножко оттуда, да? Мы так и считаем. Только мы не разделяем. Тут Ветхи канонические и неканонические. Вот мы притчи Соломона считаем, а Серахова уже просчитали. Сколько можем. Вот Володя считает, вот он снимает. Я сижу здесь. Мы посчитали, сразу Новый Завет. А в лагере мы считаем с толкованием. Вот Виктор Савченко там, он вот от Трехтомник. Так, вы бы были рядом здесь, конечно, Трехтомник могли бы здесь достать. А вы сюда не думаете приехать? Игнатий Тихонович, не знаю, летом, я просто отпуск уже весь взял свой, который мне наградовали. Сколько лет вам? 25 полно, 25. Вы женаты? Нет, 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 один здесь. Ну, у тебя более один. Вы можете с Валентиной Сартисон сойтись в Мейл.ру. Зарядите Валентина Сартисон. В Мейл.ру. Валентина Сартисон. Сартисон, хорошо, я найду, да, ваше. Вы хорошо записали? Да-да-да, Сартисон. Я помню видео с ней, вы с ней беседовали обесняли. Ну, отменяй, дальше она все беседует, она собирается ехать сюда. Накопите маленько денег. Приезжайте, не примите крещение. Деньги есть, не проблема. Хорошо, хорошо, спасибо. А мы сами не будем заниматься, я за вас буду поручителем. Все, хорошо, хорошо. Вы получите все. Вы все книги можете отсюда тогда увезти. У вас в Германии. Да книги, спасибо, мне удобнее читать вот в электронных. Я по-быстрому с собой взял, достал и читал. Электричества нету, батарейки нету, все. Ну да, согласен, согласен. Книга остается книгой. Я видел ангел, который лез, говорит, не ноутбук, а книгу. Вещание Евангелия. Хорошо, хорошо. Игнатий Тихонович, спасибо вам огромное. Спасибо вам, Христос. Фамилия? Крапивин. Крапивин до вас есть, там это еще спросил-то. Все. Да, 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 Крапивин. Ну, если какие вопросы будут, вы записывайте. Кроме того, если вы... Да, Игнатий Тихонович, извините, пожалуйста, у меня были... Я сейчас скажу, все время работать. У меня открытым оком 23, 24, 25 том, запишите. Три тома по 750 страниц я посвящаю еврейской теме. Разбираю Талмуд в сравнении с Евангелия. Для вас это будет вообще учебники, как называют, говорят, это энциклопедии. 23, 24, 25 том, это по евреям. По мусульманам 18 том. Если вам надо со старобрядцами работать, 11 том. Да нет, здесь их нет. Второй том, это отдельно по баптистам, по сектантам. Второй том. Второй. Баптисты, они очень слабенькие. Они хорошие, но они писание плохо-плохо знают. Они только знают, где-то написано, а смысла не добьешься от них. Игнатий Игоревич, у меня получилась такая ситуация. Я когда еще ролики начал вашу слушать, ходил в общину, в геманде местную. Вы знаете, я слушал проповеди, проповеди хорошие, но они, понимаете, они настолько... Там есть выдержки священного писания, они добрые проповеди, они хорошие. Я не могу сказать, что баптисты какие-то плохие люди. Я не могу полностью сказать, что это какая-то страшная секта. Но я когда начал слушать ваши ролики и читать, у меня опять же внутри, понимаете, какое-то неспокойство. Я начал ходить в субботу-воскресенье, в субботу есть Бибельшунда, когда просто изучаем Библию. А в воскресенье уже идет богослужение, но там опять же тоже общаемся, изучаем Библию. Но у меня уже внутри стало как-то неспокойно, потому что те объяснения, как люди понимают Писание, я понимаю, что это неправильно. Понимаете, их просто... Ну, каждый человек может сидеть и говорить, я так понимаю, ты так понимаешь. И здесь получается, что непонятно, кто прав. И очень люди далеко отходят от Писания. Вроде говорят по Писанию, берут слова из Писания, но отходят именно в толкование этого Писания очень далеко. То есть больше к миру, чем к Духу. Вот такое-то ощущение было внутри, и поэтому я понял, опять же, я там написал, мне сказали, прекращайтесь этим делом. Вы не ходите к ним больше, не ходите. Я не хожу, не-не-не, я больше не хожу, я уже 2,5 месяца... Пойдите в храм Божий, помолитесь, старайтесь поближе к священнику быть. Но вы книги мои, которые имеете, вы найдете на все там ответ. Это не 2, не 3, 38 книг. Хорошо, спасибо большое. Дмитрий Тихонович, у меня к вам большая просьба. Я немножко неподготовлено к вам позвонил, так побыстрому. Вы мне ответили, я тут же позвонил, извините. Вы вопросы готовьте. И потом... Да, вопросы можно я по евреям кое-какие? Примерно в это время, вот как вы сейчас зашли, это как раз то время. А сколько у вас сейчас времени? У вас сейчас сколько времени? Ну, у нас сейчас 9. У вас 9? 9. Ну, а у вас, наверное, сейчас 5. Сейчас, минуточку я посмотрю как раз. Да, 4 часа у нас, 4 часа, 5 минут четвертого. Видите как. Мы были в Германии. Я там в свое время, я самостоятельные языки изучал. Я в немецком собрании проповеди говорил на немецком языке. Я вот немецкий, я самостоятельно 6 месяцев изучил, самостоятельно. Тут немка была одна, арестована в Германии, она продавщицей была, и я у ней в лагере, я работал прорабом до армии в лагере. А английский, французский, это тоже самостоятельно учил. Но сейчас ничего этого нет. Я когда занялся Библией, все книги связал, там, испанский, греческий, я на семи языках занимался. Я понял, мне это не надо, мне нужно одно, знать Бога. И поэтому я за Библией проводил иногда по 10 часов в день. Как я изучал Библию, я еще никого не встретил за всю жизнь, кто бы столько проводил времени. Тем более я конспектировал десятки томов, это полностью насчитал златоуста. И поэтому, когда говорят, а ваше учение, у меня нет учения никакого. Я просто послушный чадо православной церкви. Так написано, и разговор закончен. И весь сказ. Но, кто бы это ни был, соборы, каноны, я все сравниваю со Святой Библией. Вот поэтому, где разногласия, как священник говорит, он о патриархии не говорит хорошо. Это слова Асаахава, царя. Он с пророком Михеем так говорил. Он есть один, но я не люблю его, он обо мне хорошо не говорит. Это дети Ахава. Он сказал бы, что я правду не говорю, а там вопрос другой. Я все добиваюсь, чтобы меня патриархия вызвала, на какой Центрский отдел. И по Библии, во Святе Библии, а не то, что сказал кто-то. Меня это не касается. Вот Андрей Кураев это увидел. Игнатию ему, говорит, плевать на это все. Главное в Библии. А мне, говорит, не наплевать. Я думаю, что епископ скажет, что подумает. Вы зарядите на моем этом канале Кураев Лапкин. И вы найдете, где я там, когда его гнали, я там за него заступился, так там пошло лавиной. Это самая большая посещаемость ролика была. Он популярный такой. Он приезжал у меня, все книги брал здесь. В Барнауле был. Андрей Кураев. Что у него, своих книг не хватает. Не в этом дело. Он... Игнатий Иванович, опять же, с Кураевым, он приезжал, как я еще когда в Томске жил, он приезжал в Томский государственный университет. У него был ряд лекций, он объяснял. Ну, общие лекции, да. Там слово Библию он мало употреблял. И опять же, я вам честно скажу, вы первый человек, который я встречаю в православии. Вот опять же, в вашей книге, писание, 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 писание. Вот Златоуст, Ян Златоуст, если взять его толкование, да, там, к римлянам или его проповеди. У него, опять же, тоже интересно. Он говорит, допустим, две строчки в книге и место из писания. То есть, вы второй Златоуст для меня, честно. Потому что сколько писания употреблять. Иногда говорит, к примеру, Архимандрит. Я вот иногда смотрю ролики в Ютьюбе. Ну, он говорит хорошо, допустим, по-доброму. Но опять же, это все по-мирски, понимаете. Когда вот писание лежит у алтаря, писание священное, ну, ты должен брать из него. Понимаете, это как родник, с которым ты должен брать, черпать эту воду. Опять же, буквально одна строчка и все. И дальше уже по-мирски, как мы жить должны. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо, что толкование есть. И большое благо. Это для души слава Богу, что я чуть-чуть нашел. Вам обязательно нужно иметь мои книги. Вот Новый Завет, который издан. Представьте, в них полностью раскрашены нами репродукции Гюстава Даре, 230. Как они выглядят? Они подарены Путину, Медведю, видели, и в библиотеке показывали. Патриарху, епископам священную. Это я дарил. У меня 90% книг, изданных мною, бесплатно отданы библиотеки. А как это можно? Не знаю, Бог повелел, я это делаю. Я знаю, что я выполняю миссию, которую мне Бог назначил. И вы сегодня пришли, это тоже не случайно. У меня должны быть другие, а подошли вы. У других какая-то там загвоздка была, и в это окошко вы вошли. Видите, как? Хорошо, спасибо. Вы надеетесь на Бога, я буду знать теперь вас ближе. У вас, наверное, клавиатуры-то нету на русском. Да, у меня, к сожалению, вот она немецкая вся такая. Ну, окно, подержите. А у меня вот так немецкий. Вижу, вижу. Но у меня-то можно на английском и на русском. А, ну хорошо. А мне на русский я не могу переключать, можно, но мне неудобно писать, поэтому... Ну, вы понимаете, вы учили языки, поэтому я вижу, вы понимаете. Вы что-то читаете и транслитерацию по понимаете. Ну, в общем так, на лето приглашаем к нам в гости. С Валентиной вы можете приехать. Вы тут одноклёте, и столько вы почерпнёте для себя, и это охватит вам достаток жизни. Хорошо, спасибо. Игнат Тихонович, последняя просьба. Я не буду, как бы, вы на ответы общие отвечаете, да, то есть постараюсь не задавать вопросы, на которые вы уже ответили, потому что ответы очень развернуты даёте в роликах. Но у меня к вам вопрос будет. Возможно, я сейчас буду читать книги, смотреть открытым оком в плане евреев. Если будут вопросы, я чётко выпишу. Можно будет вам позвонить когда-нибудь? Можно, я вам сказал. Я же так сказал уже. Хорошо, спасибо большое. А в какой день? Сами смотрите, мы уже по Мейл.ру. Для меня это самое удобное, где вы сейчас пишете. Хорошо. Хорошо, договорились. В каком томе в основном что? Если вы любите поэзию, поэзию, 26-й том. Я привожу 300 поэтов России за 300 лет. И их там биографии, и всё. 300 поэтов за 300 лет. Вообразите, что это такое? Вот мне студенты задают вопрос какой-то. Я говорю, в этот месяц я буду отвечать вам только поэтами. На каждый вопрос из шести поэтов разных эпох. На каждый вопрос шесть поэтов разных эпох. Вы на 6-й том откроете, когда? Её нельзя, эту книгу даже выдавать. Её литераторы сметают в прилавку, я так сказать, в библиотек сразу. А я увидел в открытым оком одна книга. Вы приводите стих, и тут же строчки писания. То есть притчи, притчи Матфея, то есть сокращения. Я вначале не понял, что такое. А потом, когда открыл ад, как раз вот это слово, вот эта мысль. Откуда эта мысль взята? Вот, допустим, у меня стихи, они все одинаковые. По 9 куплетов. 36 строчек. 9, 4, 36. И 36 раз надо открыть библию, чтобы понять откуда. Таких стихов вообще никогда и нигде не было. Почему? Мне положено на сердце, я это делаю. И как вы, ну я просто знаю на память, что откуда взято. Это Бог сделал так. Поэтому вера православная, это целомудрие. Это чистота. Это всеохватность. А сектанство, это узор взгляда на истину. Вот они, Егова, услыхали, Еговисты? Вот Егова, Егова, Егова. А они не понимают даже самого смысла Егова-то, как произносится. Теперь адвентисты узнали субботу. И везде суббота, суббота. Православие понимает, суббота имела смысл указания на воскресенье. Это тень будущих благ. Мы субботу празднуем, ее Бог не отменял. Но она переходит в воскресенье. Это у меня ролики такие стоят. А где это известно? 117-й Псалом. И прямо по священному писанию я доказываю. Ветхозаветное обрезание, это был прообраз крещения. А где известно? Колоссиным 2-я глава. Прямо говорит. И мы обрезаны обрезанием Христовым, запятая, крещением, быв погребены в крещении. Надо понимать. Вот я их спрашиваю, скажите, вы иконы почему не признаете? Так это идолы. Давайте запишем, запишите. Изображение это идолы. Вот они пишут. Но вы уверены? Да, исход 20-я глава. Скажите, а вам 21-ю главу можно считать? Что значит можно? Мы же верующие. Но в 25-й главе написано, сделайте изображение. Как? Да так. Да как Христос. Я говорю, в какой храм Христос приходил? Ну как, в Соломонов. Они писания не знают. Я говорю, а 4-я книга, царь, 25-я глава говорит. И пришел на выходонос, разломал море, все развалил и храм разрушил. А в какой-то да? Они не знают. Я говорю, за Рававелев. А где это известно? Книга из Икииля, 41-я глава, 17-й стих. Из Икииля, 41-17, запишите. Игнат Тихонович, извините, вас прерву. Я слушал вашу как раз вот насчет икон, насчет того, что храм Соломона был исписан полностью фактус. Первый храм. Игнат Тихонович, у меня был такой интересный разговор, я тогда послушал вашу лекцию, и у меня там дедушка есть один баптист, он еще в России был баптистом, и я ему привел эти доводы. Он ничего не сказал, он говорит, ну может быть так, может быть так, может быть так. Не разрешайте, сразу прекращайте разговор, я скажу, не разрешайте так играть, скажи, да или нет, это остальное от лукавого. Христос приходил в храм, который он назвал Дом Мой. А в этом доме были иконы, от пола до потолка, снаружи и внутри иконы, иконы это изображение. Христос принял это, почему? Потому что это по его архитектурному плану было, что видел на небе, то надо было сделать. А вы не принимаете, у вас как капище языческое. У нас православный храм, он по образу неба, да там не было образов человеческих. Правильно, были херувимы по селму, потому что до Христа все шли в преисподние места. А имена были написаны. Меня издатель из книги жизни, 32 глава, 32 стих говорил Моисей. А имена были на небе написаны? Да, в книге жизни. Поэтому на раменах у Марона были 12 колен на камнях. А теперь, когда образы вышли туда, теперь образы рисуем. Иван Тихонович, а можно спросить вас? Опять же, слышал такой довод, что хорошо, иконы можно изображать, изображение Христа, потому что Бог воплотился. А что вы думаете о тех иконах, когда рисуют образ Христос, Отец в виде старца, который на вас похож, и Дух Святой в виде голубя? Можно ли рисовать именно Бога Отца? Допускается ли это каноническое православное? Это вопреки канонов. Вопреки канонов, я понял. Каноны, которые не разрешают Бога Отца рисовать. А их рисуют не знаю. Священники, они не знают просто. Вот я как раз вот этот вопрос датал. Священники, которые нарисовали ему, с самарянкой сидит, и рядом краник открытый, колодец. Я говорю, колодец глубокий, почерпнуть нечем. Он взял, замазал тогда его. Художники, они еще не понимают. Ну нельзя это не понимать. Да, икона. Ну а что, она написана, разве можно им кланяться? Поклонение, это другой вопрос. Сначала икона, это не идолы. У меня ролик так и называется. Икона, это не идолы. А когда икона не идолы, то зачем вы воюете? Называя, ну как написано, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Это у апостола Павла написано к римлянам, 22 стих 1 главы. Святотатствует. Почему? Потому что Божью славу, Божью славу, они воруют, а лепят идолы, иконы идолы. Написано, идол есть ничто. Если идол ничто, тогда изображение Христа, Рождество ничто, распятие Христа ничто, они сразу запутываются. Потому, потому они смотрят узко. 20 главу, исход, 4 стих. Все дальше не видят. Мы должны взять все. От первой буквы в начале, В, и до последней Аминь. Они 11 книг выбросили безумно. Библия на 77, у них 66. Сама цифра 66 уже настораживает. Игнатий Иванович, извините, очень важный вопрос такой. Я вам сегодня буквально с утра брал каноны. Здесь есть такая книжка канонник. Опять же здесь. Да, да, да. Подождите, держите так. Не шевелите, поднимите, подержите. Так. Все, не шевелите. Спасителю Пресвятой Божьей. Да, да. Да, канонник. Игнатий Иванович, я заметил, вы перед собраниями, которые проводите, и вообще общая ваша молитва, вы их читаете четко на русском языке. То есть, если вы читаете Царю Небесную, вы там утешите души истинные. То есть, вы употребляете эти славянские суффиксы. Скажите, пожалуйста, Игнатий Иванович, я опять же не буду спрашивать, я четко слышал ваши развернутые ответы по поводу богослужения на русском языке. То есть, то, что нужно от славянского отходить. Не понимают люди. А вот такие каноны, например, каноны на Христу сладчайшему, вы читаете все-таки, как написано это в каноне? А они переведены. Мы сторонники русского языка. Но надо знать меру. Мы добились то, что нам разрешено, все библейское. Библейское это ветхозаветное чтение, псалтырь, Евангелие, послание. У нас церковь считается по-русски. Но когда псалтырное поется, поются уже по-серковно-славянски. То есть, мы избрали самый щадящий метод. Остальное это уже понятно. Тут главное, это псалтырное чтение. Мы не стали нахальничать. А вот то, как у Георгия Кощеткова, он сильно, он сумел там добиться. Мы знали, это нам не по силам, да и нужды такой нет. Игнатий Иванович, еще вопрос такой. Вы говорили о том, что если ты опоздал храм на будуслужение, да? Будусслужение уже началось, все, яком вышел. То есть, должен стоять... До оглашенной. Пока оглашенные, извините. Оглашенные выходят. Кто за грех отлучен, кто к крещению готовится. А опоздавшие заходят. Опоздавшие. Вот так. Опоздавшие. А когда священника нет, ну, теперь, когда бывают люди столпятся здесь, то бывает священник с кадилом пошел, тогда они вместе с ним заходят. То есть, мы такой щадящий режим берем, но человек знает, что он опоздал. Он заходит и стоит здесь. Ну, дверь-то открыта, видно, но это уже притвор. Он должен знать, что опаздывать нельзя. У нас в уставе записано, а сарковная дисциплина. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, вы, опять же, неоднократно упоминали, что почему христиане болеют и умирают, слова апостола Павла, о том, что недостойно причащаются. Да. То есть, полностью объясняли, да, послание с Каринфином. Скажите, пожалуйста, у вас, в отличие от, скажем так, московской патриархии, да, где говорят, вот ты давай три дня попастись, исповедуйся в пятницу, и в субботу, там, воскресенье, можешь причащаться. У вас какая-то особая подготовка к причастию? У вас люди часто причащаются? Ну, во всяком случае, это у нас нет, что ты хотя бы до причастия два часа не курьи. У нас курящий во двор даже не зайдет. Это смертельно опасно. И мы это знаем, это демонская кодильница, Иоанн Кроштадский говорит. Они лукавят. Лукавят. У нас подготовка, так что все постятся, в первую очередь все постятся. Батюшка говорит, какие каноны надо считать. Мы, ну, более усиленно готовимся, и все. Ничего тут особого у нас не делается. Но, заметная разница. У нас причащаются четыре раза в году, во время поста. И вы тоже, да? Ну, да, все. Вы конкретно? Не, вы конкретно четыре раза, да? Четыре раза? Может, пятый раз на день ангела, день рождения. А то, что каждый день, да по два раза, у нас такого нету. Ну, я тоже вот эту практику заметил. Здесь, по крайней мере, здесь есть люди. Они, видимо, живут далеко. Тут есть районы, люди, такие отдаленные. Они приезжают буквально в конец литургии. И дети, дети маленькие, они орут, они ничего не понимают. Они их прямо насильно тащат в чаши. Просто насильно. Я так подумал, что, ну, и священник это все позволяет, как бы, ну, это неправильная практика. То есть, в конце богослужения ребенок неосознанно его тащить в чаши, и сами люди... Ну, там ошибка на ошибке. Об этом Дмитрий Смирнов, батюшка, который в Москве выступает, он об этом говорит, я это крестил, мочил, посмотрел, 20 лет назад обернулся, никого и нету. Кто они такие? У нас со всей серьезностью к этому относятся. Вот мы раньше... У меня занятия были, я вел в университетах. У нас 500 часов академических, 450, подготовка к окрещению. А у них две беседы, там, по несколько минут, и все. Это неравно. Неравно. Поэтому... У нас было так, он готовился к окрещению, и согрешил. На три года его отставили. Проходит время, он снова опять согрешился, то есть исключен навсегда. Больше он к нам не придет. И он ушел, вскоре его посадили. То есть, мы делаем пока... Это каноны говорят. Два раза подготовил. Во время подготовки он совершил смертные грехи. В стадии оглашенного. Впал в блуд. Ну и все. А что с ним возили? Такую собаку за хвост, да в яму. Я вас понял. Да, три года. Раньше от трех до пяти лет была подготовка к окрещению. Если в это время человек согрешал, ему добавлялось еще три года. У нас это был случай только один раз за все годы. Только с одним человеком. Так что, все в Боге. Бог как поможет, так и будет. Слава Богу. Слава Богу. Вы пришли. Вот, видите, вы мне понравились. Я не скрываю. Все как положено и застегнуто. Бороду не трогайте ни одной волосинки. Совершенно не прикасайтесь. Игнатий Иванович, опять же, можно вопрос по бороде? Вот, как говорил с евреем, да? Насчет того, что да не коснется лезвия броды твоей. Да. То, что Ветхий Завет на прямую постановление. Да, действительно, есть, которые бреются, но он не говорит, что у них толкование Талмуда. Нельзя их выщипывать. Волосы. То есть, некоторые евреи бреют. Еврейские штучки называются. Вот, если ты видишь бритого еврея, то ты не подумаешь, что он не еврей. Он обязан виски оставить здесь, виски. И он может сбревать, но главное не выщипывать. Ну хорошо, у евреев написано субботний путь. Больше нельзя. Но на воде можно. Но он здесь. Так он грелку под задницу и поехал, он на воде. Если на телеги едут свадебные, они идут впереди, на колеса льют воду. Ну, это еврейские штучки. Это нам не положено, это лукавство. Господь, зная лукавство, их ответил. Это самые лукавые люди. И мы должны подсказать им, любя их, конечно. Конечно. Конечно, хорошо. Понялся, Леонид Ильич. Игнать Ильич, спасибо вам большое. Не хочу времени больше отнимать. Никогда больше мне не говорите насчет времени. Если вы выше, значит, мы говорим, что нужно. Все разрешим. Хорошо. Хорошо, слава Богу. Игнать Ильич, огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. До свидания. Значит, готовьтесь летом к нам в гости. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. С Валентиной откkelыитесь. Видишь, он еще в потеряевке ходил. когда я был по Керевски, я сейчас прочитал, у него благотворство по-латински, я сказал, пока я в город не вернусь, разговора не может быть. Ну, что я могу сказать, когда там не печатать не могу ничего. И он снова, вот это то, что он на стоящий вошел, он и получил. Благословен Господь, это сегодня у нас что получается, 2, наверное, ноября 2014 года. Его Алексей звать. Да? Вы там записали же. Я понял, что это Алексей. Алексей Крапивин. Ну, дай Бог, что будет дальше. Он ходил уже к баптистам, перестал ходить, ходит в православную церковь на книгах. А священники, что бунтуют, может быть, при моей жизни будет какой-то перелом. А они ничего там не имеют. Это просто, раз он не исполняет, они его обличают. Их ни одни книги не обличают, как мои. Я же не наставил на том, чтобы они их считали. Ну, а то, что они бунтуют против, ничего не доказывая. Это без нужды возненавидели меня напрасно. Я могу сказать вместе со Христом. Богу слава.